Восьмое ноября 2018 года Мы с вами, женщины, обладаем такой неимоверной энергией, которая закруживает вокруг себя всю свою семью. И вообще семья, конечно, весь очаг – это женщина. Хранительница очага – это женщина. Мужчина – это воин, который приносит добычу, чтобы накормить свою семью, чтобы его семя возросло в почве нашей с вами жизни. А если он не накормит досыто свою семью, то семя его будет чахлое и вымерет очень быстро. Поэтому у каждого из нас своя функция. У женщин эта функция – наполнять энергией и закручивать свою семью вокруг себя. Ритуальные танцы, верчения. Вы исполняете, нет, женщины в своих домах? А если не исполняете, то извините меня. О какой семье вы можете говорить? Семья – это закручивание энергии вокруг себя с женщинами. А вот какие мамы выходят из женщин разных знаков? Я здесь встретила на просторах интернета одну шпаргалку. И довольно-таки интересно, хочу вам прочитать. А еще хочу спросить ваше мнение. Как вы думаете об этом? То есть все ли у вас сходится? Вот какие мамы выходят из женщин разных знаков? Вот, допустим, овен. Ну, овен сам по себе очень сильный знак. И вот здесь материнские плюсы у него какие? Уверенность, самосознание, сила бесстрашие. Материнские минусы – дух соперничества, ярость, ограниченность взглядов, одержимость, тщеславие, эгоцентризм. Материнский стиль. Мама овен отличается энергичностью и жизнестойкостью. И именно эти качества она будет прививать своим детям. У такой мамы особо не забалуешь. Она строга и требовательна. Упертый и дерзкий характер женщин этого знака объясняет то, что, становясь мамами, они с той же напористостью пытаются стать самыми лучшими мамами в мире. Мама овен старается для своего чада сделать все лучше всех. С другой стороны, мама овен слишком рано начинает считать своих детей взрослыми. Ее дети вырастают свободными и самостоятельными, но у них укороченное детство получается. И при этом мама, сама того не замечая, организует жизнь в доме так, как ей удобно, не учитывая детских потребностей. Поэтому у детей иногда ослаблено чувство дома. А вот мама – телец. Телец – бык. Ну, здесь, наверное, корова. Материнские плюсы – постоянство, хороший вкус, здравый смысл, трудолюбие. Ну, а материнские минусы какие? Это капризность, материализм, перепады настроения, тщеславие. Мама – телец, женщина практичная, основательно стоящая на ногах и спокойная. Она ценит комфорт и уют. И, конечно же, всегда умеет создавать его. Детям мама – телец прививает любовь к простым радостям жизни в виде вкусного блюда или красивого наряда, учит ценить жизненное удовольствие. Кроме того, обычно такая мама очень экономна и всегда умеет сохранить копеечку на черный день, что с успехом передает и своим детям. Свою любовь мама – телец проявляет довольно неординарно. Она готова тискать и целовать своих детей. Постоянно и порой кажется, что они задохнутся в чрезмерных ее объятиях. Мама – телец стремится привязать своего ребенка к себе и контролировать его жизнь даже и после брака. Зато эмоционально тельцы дают ребенку очень много. Но я вам хочу сказать, ну какая мама не хочет контролировать своего ребенка? Это же то, за что она боится ежесекундно, ежедневно, ежемесячно, ежегодично. Это ее чадо, она воспринимает это как свою частичку, чего-то неразумного, что она выпустила в жизнь. Поэтому любая мама хочет контролировать своих детей. А вот близнецы, какие здесь плюсы у мамочек? Разносторонность, маложавость, любопытство, открытость, оригинальность, изобретательность, материнские минусы, непоследовательность, отсутствие границ, склонность противоречить себе, нетерпеливость и неумение слушать. Мама-близнецы довольно общительна и легко на подъем. Любит ходить в гости. Ну, конечно, любит ходить в гости. Это понятно. И путешествовать, отчего кажется немного легкомысленной и недостаточно практичной особой. Часто дети таких мам воспитываются в обстановке вседозволенности и без особых воспитательных принципов. Мама-близнецы позволяет им много больше делать в надежде, что дети сами разберутся, что хорошо, а что плохо вокруг них в этой жизни. И, однако, такая мама найдет своим детям с большим удовольствием развлечения и сама примет в них также с большим удовольствием примет в них участие. Мама-близнецы, мама такая демократическая натура. Она для своего ребенка именно тот друг, который сможет поиграть с ним в любую игру. Это редкость для мамы, когда ребенок воспринимает маму как своего друга, а не как старшего, которому он должен подчиниться. Мама-близнецы легки в общении со своими детьми, но поверхностные, поэтому дети очень рано перестают общаться с ними и не обращаются к ним уже за советом, когда они вырастают. Но мама, конечно, реально могла бы им помочь, но сэляви. Зато дружеские отношения с мамами сохраняются довольно-таки долго, практически на всю жизнь. Мама-рак – это классическая наседка, внимательно следящая за здоровьем своих чад, а также затем вовремя ли они накормлены и как одеты. Мама-рак проявляет особое рвение к контролю над жизнедеятельностью своих детей, окружает их постоянной заботой, зачастую это превращается в чрезмерную опеку и тотальный контроль. Однако такая мама очень добра и сердечна, и за эти качества ей многое можно простить. Дети, как правило, не прощают. Дети злопамятны, бывают даже к мелочам, которые иногда проявляют родители. И дети могут всю молодость свою помнить, эти самые мелочи. Но такое свойство и разница между детьми и родителями. Сентиментальность, свойственная этому знаку с детства, выражается и в зрелом возрасте. Будучи уже мамами, они хранят все важные и значимые, по их мнению, вещи, фотографии, письма, блокнотики. Мама-рак тепла и любви обильна, но слишком серьезно относится к воспитанию детей и их учебе. Зато дети вырастают очень семейными и домашними. Правда, раннее эмоциональное развитие под влиянием маминых чувств создает в дальнейшем детям проблемы в сердечных делах. Но левый – это царь зверей, это нечто экстравагантное. И здесь материнские плюсы – это игривость, лидерство, изобретательность, уверенность. Но есть и некоторые минусы, так считают астрологи в материнских чувствах льва. Эгоцентризм, драматизм, чрезмерная энергичность, излишний оптимизм. Мама-лев очень ценит и любит себя и свой имидж в обществе. Внешне она обычно выглядит ярче других. Мама-лев выступает в роли авторитета для своих детей. Образ начальницы в глазах своих чад должен быть идеален. Поэтому дети такой мамы часто вырастают склонны к подчинению и послушанию. Мама-лев учит детей уверенности и тщеславию, чтобы те не пропадали в бою с жизнью. Мама-лев видит себя лучше, чем детей. Она любит поговорить о детях с подругами, но внимание уделяет в основном внешней стороне. Дети у нее выглядят хорошо, красиво одеты, но их внутренний мир, она не очень много уделяет внимания их внутреннему миру. И так считается, что якобы мама-лев не слишком внимательна к своим чадам. Возможно, возможно это так. Нельзя сравнивать всех женщин одного знака. Под одну гребеночку их не причешешь. Где-то, конечно, в принципе они похожи друг на друга, но это не значит, что все такие мамы. Поэтому, слушая здесь вот эти гороскопы, вы, конечно, примеряете на себя костюмчик, смотрите, где у вас есть какая-то негативная сторона, как вам кажется. Но однако же знаете, что любовь матери, любого знака не заменит ничто. Итак, мама-дева и материнские плюсы – это организованность и порядочность, здоровые привычки и интеллект. Мамы-девы обычно стараются воспитывать в своих детях честность, которая, ну, вообще-то, конечно, это хорошее чувство, но в жизни оно им иногда мешает. Материнские минусы – это категоричность, беспокойность и нервозность, самодовольство, чрезмерная склонность – все анализировать. Мама-дева крайне заботлива и кропотлива. Она проявляет повышенную внимательность к внешнему виду детей. Тщательно ли они хорошо ли одеты, да? Нет ли морщин на их выглаженной одежде? Вычищена ли их обувь? Это мама-дева. Здоровы ли их пища? И зачастую заботу о детях она превращает в самоцель. И мама-дева прививает своим детям работоспособность и усидчивость, умение учесть каждую мелочь и ничего не забыть. С той же сдержанностью и строгостью эти мамы приучают малышей к хорошему вкусу, учат правильным поступкам и подходу ко всему с холодной головой. Под девизом «Здорового образа жизни» мама-дева уделяет особенное внимание питанию. Ну и, конечно, гигиене тела. Мама-дева очень заботлива и готова поддержать ребенка всю его жизнь. Но это выражается, конечно, больше в делах, в поступках, но не в личной заботе. Мама-дева лишний раз не погладит ребенка по голове. А это нужно. Обязательно делайте это. Подходите, обнимайте детей и гладьте их по голове. Поверьте, когда они вырастут, это им будет уже не нужно. Мама-весы. И у весов такие плюсы. Это терпеливость, изысканность, хороший вкус и справедливость. А вот минусы материнские – это непоследовательность, снобизм, тщеславие. Ну, я думаю, что любой маме это можно простить, когда она любит своего ребенка. И вот мама-весы – это довольно демократичная сама по себе, особо старающаяся сбалансированно и всесторонне воспитывать своих детей. Она в меру строга и в меру добра. У такой мамы все отмерено и учтено в нужных дозах. Дети мамы-весов усваивают у нее лояльность к внешнему миру и миролюбие, умение уживаться и улаживать конфликтные ситуации. И находить язык со всеми, может быть, даже раздражающими их внешне людей. Зачастую мама-весы для своего ребенка скорее подруга, чем мама. Такое воспитание очень помогает детям в их дальнейшей сердечной и семейной жизни. Но если мама одинока, она ожидает от ребенка, что он восполнит ей недостатки партнера, тем самым навязывая ему свою эмоциональную жизнь. Но не везде все хорошо. К сожалению, общество у нас такое, что зачастую мамы становятся мамами-одиночками. А здесь, конечно, нужна восполнимость, нужно закрывать прорехи. И это отражается на детях. А вот мама-скорпион – это сила, стойкость, интуиция, сила воли. Это контроль, это эмоциональный холод, чрезмерная настойчивость. Но здесь, видите, сила скорпиона проявляется и в заботе о ребенке, когда она, конечно, навязывает буквально ему свой стиль жизни. Мама-скорпион очень сложна. Ей зачастую хочется посвятить своих детей в какой-то ее духовный мир. Уровень развития она поднимает ребенка на духовную высоту. Но дети же не могут все понять. Понимаете, вот эта душевность, материнская духовность, внутри которой живет каждого скорпиона, она зачастую непонятна ее детям, которые рождаются под другими знаками. Поэтому мама-скорпион, она пытается поднять детей до своего уровня. А это, оказывается, только вредит ее детям. То есть детей раздражает, они ее не понимают, и они воспринимают это как насилие такое, моральное и психологическое насилие над собой. Любовь у мамы-скорпиона, она, конечно, вообще безгранична. И преданность ее просто колоссальная и бескрайняя. Мама-скорпион способна распознать талант своего ребенка и направить его в правильное русло. Мама-скорпион постоянно создает детям эмоциональные стрессы. Она склонна вмешиваться во все ситуации в жизни ребенка. Сама переживает эти же самые ситуации. И очень ей хочется помочь, буквально войти в эту ситуацию и своими мыслями, делами, глазами помочь своему ребенку. Опять-таки дети этого не понимают. Ну, сэ ля ви. Мама-стрелец это авантюризм, мудрость, чувство юмора и меры. Материнские минусы, конечно, тоже есть нетерпеливость, грубость, прямолинейность, избыток, спонтанность и беспорядочность. Мама-стрелец оптимистична и лишена сверхкритичности. Она достаточно легко смотрит на жизнь. Ее вечно тянет в неведомые края, к далеким целям. Такие мамы много ездят и путешествуют со своими детьми. Это же прекрасно. Путешествия. Это рождает фантазии в головах у детей. Это рождает чувство мысли форм. Они мыслить начинают. Такие дети, которые много ездят, много смотрят, они начинают уметь анализировать. Мама-стрелец постоянно находится в движении. И дети усваивают этот жизненный ритм. Становятся такими же легкими на подъем. Не боятся рисковать ради достижения целей. Мама-стрелец лучше всех может организовать любой праздник, мероприятие, поход. Да так, что ее детям это покажется настоящим приключением. А невероятное чувство юмора мамы никогда не даст малышу заскучать. Мама-стрелец внимательно очень к ребенку. И помогает ему в интеллектуальном развитии. Но эмоционально в жизни дети бывают слишком рано предоставлены сами себе. Из-за легкости стрельца.